А мы продолжаем наш телемарафон. Мы по-прежнему ждем ваших звонков и ждем фотографии ваших предков, ваших великих родственников, которые ковали оружие победы в тылу в годы войны. Знаешь, Яна, ведь кубиши в годы войны для меня во многом личная история. Мой дедушка Александр Петрович Тормин. Вот сейчас я могу показать его фотографию. Он тоже имеет отношение к тому периоду. Ему было 11 лет, когда началась война. 11 лет? 11 лет. И он тогда работал на толеробероидном заводе. На этой фотографии висела на доске почета завода «Прогресс». Он был отличником производства, и поэтому, собственно говоря, она никогда и не снималась все эти годы, долгие годы, что он работал на «Прогрессе». Он тогда стал отличником производства. А начал свою трудовую деятельность в 11 лет. И продолжил. Этот завод располагался толеробероидный в поселке Толево. Собственно говоря, до сих пор там есть тоже производство. И в годы войны он был нацелен на то, чтобы делать коробки для противопехотных мин, потому что таким образом мины было сложнее опознать. И вот мой дед имел к этому отношение. А сейчас я хочу воспользоваться ситуацией и осуществить мечту моей мамы. Передать ей привет в прямом эфире. У нас есть возможность, мне подсказывают, до нее дозвониться. И вроде как она уже нас слышит, да? Мы можем вывести сейчас звонок? Мама, здравствуй! С праздником тебя! Здравствуйте! 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 С праздником! Мама! Спасибо! Я сейчас очень коротко рассказала про дедушку, потому что ты знаешь, конечно, больше. Я знаю, что он не очень любил вспоминать тот период, но все-таки какие-то детали он рассказывал. Расскажи, пожалуйста, вот что ты помнишь про те военные годы? Ну, что я помню? Помню то, что когда было отцу 11 лет, ну, война была, и он пошел учеником в токаре. Вот. И ему приходилось стоять у станка на деревянных ящиках. Он был очень худенький и маленький, такой щупленький мальчишка. Вот. Работали очень подолгу, в 10-12 часов. Вот. Ну, он такой, как сказать, никогда не жаловался. Вот. И старался, как мог, его хвалили постоянно. Но после войны, по молодости, у него было очень много всяких увлечений до службы в армии. Он крутил кино в клубе с нами там, Анатолиевым. Потом занимался бальными танцами. Очень хорошо пел в хоре. У него был шикарный голос. А ведь у дедушки были и медали, я так понимаю, он был ударником коммунистического труда, и правительственные награды у него были. Да, да. Ну, вот когда он уже пошел на прогресс работать, вот, он очень долго, много лет там работал. И был токарем в это, как это, шестого разряда. У него были награды, правительственная была награда. Это академика Королева. Потом ежегодно давали ему грамот. Это было вообще там очень много. Ну, и, естественно, ударником коммунистического труда. Скажите, а он когда-нибудь жаловался, он рассказывал, как ему было тяжело? Потому что я представляю, как 11-летний ребенок, это на самом деле ребенок, на двух бащиках, по 12 часов встает у станка. Мне, представьте, это сложно. Что ему силы давало? Не было. Он по жизни такой был человек, он это умалчивал. Может быть, и было, конечно, усталость, это уже естественно, но он молчал. Вот уже ближе, как говорится, уже к старости, от его тяжелой работы у него болели ноги. Естественно, от того, что он столько лет стоял у станка. А ведь, мам, он уже еще в 11 лет... Мам, в 11 лет ведь он стал уже, по сути, кормильцем семьи, да? Ведь он был самый старший, и больше некому было кормить. Да, он помогал очень хорошо, да. Потому что не хватало, была нехватка, и семья была большая. То есть он, по сути дела, еще и был старший в семье, я правильно сейчас понимаю? Да, он старший в семье, да. Их было пятеро детей. В 11 лет стал уже старшим в семье, стал кормилец. В 11 лет кормилец старшей семьи. Вы знаете, я сейчас понимаю, почему и за счет чего мы победили в этой войне. На самом деле, когда 11-летний ребенок становится мужчиной, а это мужчина, не каждый мужчина на это способен, содержит пятерых братьев... И сестер. И сестер. И работает, и понимает, что он старший в семье. Вот, собственно говоря, это и есть герои. Спасибо, мам, большое за то, что ты рассказала нам эту историю. С праздником тебя, Великой Победы. Спасибо. И вас всех праздников, да. Спасибо, мам. До свидания. Всего доброго, да. До свидания. Я вот хочу еще добавить, у меня вот тоже здесь есть такой раритет. Это газета 72-го года. Она выпускалась на заводе «Прогресс». Это ты сохранила? Это сохранила моя бабушка. Какая? Сейчас, да, Царствие Небесное. Газета называлась «Заводская жизнь». И вот здесь есть приписка ее рукой. Здесь фото Саши у станка. Статья называется «Рабочая династия». Дело в том, что дедушка был основателем династии на заводе «Прогресс». Он работал не один. Работала его супруга, моя бабушка Нин Павловна. Потом его сын пришел уже на завод. Уже не токарем, уже инженером. Его супруга, внучка дедушки, моя двоюродная сестра. Так что, в общем, завод «Прогресс» был отдан. Дедушка отдал и 50 лет своей жизни. И, собственно говоря, всю семью, по сути, привел работать. На этот завод. Стал основателем технической интеллигенции на заводе «Прогресс». Да, вот так. А мы по-прежнему ждем ваших звонков и продолжаем. И сейчас я предлагаю поговорить о Куйбышеве, как об одном из центров авиастроения страны, раз уж мы заговорили о заводе «Прогресс». Ведь здесь выпускали в годы войны по 15 самолетов в день. В город были эвакуированы авиационные заводы из Киева, Днепропетровска, Смоленска, Таллинн, Риги, Воронежа, Москвы. Всего около 20 предприятий, в том числе и столичный авиационный завод номер 24. Тогда он носил имя Михаила Фрунзе. Ныне это предприятие называется «Пау Кузнецов». Это одно из ведущих предприятий в области двигателестроения страны. И основанным было еще до революции в Москве в 12-м году. И именно основной продукцией этого завода были авиационные моторы для легендарного штурмюка Ил-2. И у нас сейчас в гостях Наталья Николаевна Аладьева. Она начальник Центра истории и техники «Пау Кузнецов». Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Искренне рада вас видеть. И поздравляем вас с праздником. Спасибо. Вас также с этим юбилеем. Наталья Николаевна, я знаю, что вы 25 лет своей жизни отдали изучению истории завода Кузнецов. Четверть века, по сути, вы изучали архивные документы, общались с ветеранами. Вот что чисто по-человечески вас потрясло больше всего? Знаете, я очень много беседовала с ветеранами, которые были и эвакуированы сюда, в город Куйбышев, с Украины, с Белоруссии, и с Москвы в том числе. Очень много узнала и потрясло меня, как вы сейчас разговаривали о своем дедушке. Вот таких историй очень много мне рассказывали эти ветераны, потому что они вместе с родителями были эвакуированы и точно так же вставали за станки в 11, в 10 лет, и в 12 лет. И работали наравне со взрослыми, и нормы у них были огромные, и они давали и 120, и 150, и 200 процентов от плана. То есть это был такой массовый трудовой героизм. Это массовый трудовой героизм, да. Когда мальчишки и девчонки вставали к станкам и работали наравне со взрослыми, понимаете? И это действительно очень, в хорошем смысле слова, потрясает, да, потому что, ну, действительно, победу ковали не только на фронте, но и в тылу, да. И вот наряду с этими воспоминаниями, которые были записаны ветеранами, которые мне наговаривали это на диктофон, и я недавно обнаружила, что один из, ну, теперь уже, к сожалению, ушедший от нас ветеран завода ввел во время Великой Отечественной войны дневник. Понимаете, меня это очень потрясло, потому что, ну, обычный рабочий человек, причем приехавший в Москву перед войной в 35-м году из глубинки, из белорусской деревни, то есть крестьянская семья, вот откуда эта тяга вести дневник, почти каждый день записывать, что произошло вот в этот день, и мне это очень потрясло, понимаете, я понимаю, даже вот крестьянский парень до войны, ну, мирная жизнь, хорошая столица, все так здорово, да, а началась Великой Отечественной войны, эвакуация, и он скрупулезно каждый день, особенно вот 1941-1942 годы, особенно 1943, почти каждый день записывал, что произошло. Ведь это силы нужно находить. Да, вот когда время-то находилось, если работали сутками, по сути, спать было некогда, а человек находил себе силы, потом все свои эмоции, все свои мысли, да, по поводу происходящего еще и излить на бумагу. Вот именно, вот это меня как раз и потрясло, понимаете, и поэтому, когда вот читаешь документы, а потом вдруг находишь подтверждение вот в этом дневнике, тому же самому, прям вот написано буквально вот, ну вот, немножко другими словами, попроще. Что это не какой-то миф, что это не пропаганда, это все реальная история, да? На самом деле была и провокуация, о том, как они начинали жить в городе Куйбышеве, как его потрясли красоты города Куйбышева весной в разлив, когда он пришел на Самарку с высоты и смотрел на эти красоты, он был потрясен вот этой красоте, он говорит, ну прям океан, красиво, понимаете? Это правда. Это правда, да, понимаете? И вот я не понимаю, он пишет о том, что у него были нормы, потому что сначала, когда началась вот работа уже здесь, на этой площадке, то завод еще был не построен, да? И стройки, вы же, наверное, знаете, о том, что стройка наших авиационных заводов на безымянке велась руками заключенных, да? Да, конечно. Вот, и они наряду с заключенными копали котлованы для новых корпусов, да? Клали кирпич, значит, расставляли станки и прочее, прочее. И вот он пишет о том, что вот я сегодня дал норму 230 процентов, пришел в себе в общежитие, а общежитие у них сначала вообще было в бараках, которые освободили от заключенных, там вот он писал, что у нас поселили барак на 215 человек, понимаете? Вот, и он находит в себе силу еще написать в дневнике о том, что произошло за день, и еще написать стихотворение, потому что он писал стихи еще. Потрясающе. Да, и он прям пишет название этих стихов, кому он там посвящает их. Вот там у него, допустим, сегодня 7 ноября, 41 год, это же наш великий праздник. Я решил написать стихотворение, посвященное 7 ноября. Война не отменяла нормальной жизни. Или, допустим, он пишет, вот сегодня дал норму 300 процентов, устал чертовски, простите за такое слово. Так давно, и дальше, значит, точка, и дальше, как давно я не был в театре. Вот так. Понимаете? Вот это рабочий. Понимаете? Вот, понимаете? Потрясающая история. То есть у них еще было желание, и они посещали и кинотеатр, и театр, если было время. Но это уже было там к 43-му году, когда уже в театр можно было сходить. Таня Николаевна, а вы мне рассказывали совершенно потрясающую историю про валенок. Я вам напоминаю, да, историю благородства, по сути, по-другому я не могу ее назвать. Вы можете рассказать ее нашим телезрителям? Это воспоминания Петра Фролыча Агафонова, царства небесные. Этот человек проработал на заводе с 1941 года до нулевых годов. Он работал начальником центральной заводской лаборатории завода. То есть это, так сказать, очень большой участок, очень ответственный участок работы. Но он оказался на заводе в 1941 году летом по распределению, закончив Свердловский университет. Их 14 человек были направлены сюда, на вот этот завод номер 337, который строился здесь. И как раз они в конце июня уже прибыли сюда, по Волге, прибыли сюда молодыми специалистами на этот завод. Вот. И, знаете, значит, он пишет о том, что, ну вот они тоже вместе с заключенными там вот помогали строить, потому что корпуса еще были, в большинстве с вами, не готовы. Потому что когда началась эвакуация, то завод был построен только на 37% всего-навсего. Понимаете, от 100, да? Потому что стройка должна была закончиться в конце 1942 года. Вот. И он пишет о том, что, значит, когда уже прошла эвакуация московских заводов, уже начали распределять там станки, расставлять станки в корпусах, значит, они ночевали, жить было, ну, по лету они жили в доме отдыха «Ударник», который находился на первой просеке, да? Просеке, простите. Вот. И, а когда началось уже холодно стало, то они стали жить в заводе, как многие жили. Как многие жили, да, куда деваться. Ну, наверное, время, чтобы не тратить, да, пока добраться до места жительства, это тоже ведь время, которое можно потратить на отдых. Вот. И знаете, вот он пишет о том, что, рассказывал сначала, потом это записал, значит, на бумагу, его хорошо снабдили зимние одежды родители, поскольку он был родом из Дальнего Востока, поэтому у него были валенки, у него был тулуп, у него была шапка, ушанка, там, варежки. Это было очень актуально в то время, зимы были очень суровые. И вот, говорит, мы, значит, ночь, мы спим на антресолях, на втором, получается, над основным корпусом, а внизу расположились тоже на отдых заключенные. Вы, говорит, я разулся, простите за такие подробности, разулся, положила валенки сохнуть. Засну, просыпаюсь, надо обуваться уже, идти на работу, и смотрю, у меня только один валенок. То есть второй валенок у меня упал вниз, и я спустился и решил посмотреть, где он, и я не могу его найти. И он рассказывал, что я спрашиваю у некоторых людей, этих заключенных, отдайте мне, пожалуйста, мой валенок. Никто не сознался, кто его взял и кто его, так сказать... Потому что, наверное, заключенные были и в еще худшем положении. Они были в еще худшем положении. Он рассказывал о том, что они вообще ходили в обмотках, и вместо подошвы веревками, вечевками привязывали какие-то картонки, какие-то дощечки. И он говорит, я когда посмотрел на это все, я просто, мне не хватило совести пойти и, там, назирать, рассказать о том, что... Пожаловаться. И сказать, чтобы мне вернули этот валенок. То есть люди будут часами лишены, по сути всего. Оставались людьми. Оставались людьми. Оставались людьми, вот, да. И он очень много, как-то, ну, достаточно тепло, говорил о заключенных, потому что среди них были очень многие, разные люди, да. Среди них были и технические специалисты, вот. Среди них были экономически грамотные специалисты, которые попали в заключение по статьям политического или экономического характера. Понимаете? Потому что уголовникам не разрешалось работать на стройках особостроя. Вот это важная деталь. Здесь никогда не было уголовников, которые строили авиационные заводы. Это было запрещено. Вот интересный момент. За годы войны на территории СССР тремя заводами, если не ошибаюсь, было построено порядка 40 тысяч самолетов Ил-2. Это вот как бы важнейший наш летающий танк, летающая крепость. Я правильно понимаю, что все двигатели для этих самолетов строились на вашем предприятии? Ну, вот самолетов Ил-2 было построено 36 тысяч. 36, ну, порядка самка, да. Почти, все равно почти к 40, да? Почти 40 тысяч. Да, двигатели выпускал наш завод, и выпускал он как раз для двух заводов, которые у нас находились в непосредственной близости. Это заводы, дынешний завод «Прогресс» и завод «Авиакор», эвакуированный из Москвы и из Воронежа. Вот, да, все эти двигатели для самолета Ил-2, а по следующему, там, в 44-м году уже для самолета Ил-10, выпускали нашим заводом. Вот ваши ощущения, знаете, интересный вопрос. Вопрос у меня вдруг появился. Когда вы трогаете вот эти дневники рабочего, который писал их после работы, когда вы перебираете газеты, вообще что вы чувствуете? Вы знаете, ну, говорить про трепет, поскольку я, ну, давно этим делом занимаюсь. Да, сначала это было вообще просто действительно, это было очень трепетно, очень интересно, да, потому что воспоминания написаны в разные годы, и у кого-то воспоминания совершенно, те, которые записывали, допустим, в годах в 60-х, потому что у нас музей открыт давно, в 67-м году уже, да, на заводе, вот, поэтому записывали либо в начале 60-х годов, либо в конце 50-х годов для себя, да, то есть еще все живо. Люди, которые записывали в годах 70-х, 80-х, позже. То есть это уже как сказка немножечко. Это же была немножко литература. Немножко литература. Понимаете, мы же, вот наш мозг устроен так, что плохое, оно уходит... Переписываем воспоминания. Оно уходит как-то, прячется, хочется помнить о хорошем, да, вот, и немножко они другие, вот, но все равно в них часто меня, простите, и слезы вызывают эти воспоминания, потому что, ну, этот подвиг, это действительно подвиг, да, людей, которые в тылу работали как на фронте, потому что и заводская газета называлась, вот, завод имени Фрунзе во время войны, «Наш фронт», да, вот мы сейчас воспроизвели вот эту газету «Наш фронт». Вот. То есть это как исторический вид у нее, я так понимаю, современная газета, приданная ей исторический вид. Это как раз газета, которая вышла к Дню Победы, да. Вот, и фронтовые бригады на заводе были, понимаете, потому что это тыл как фронт, да, вот. И во время Сталинградской битвы люди работали и создавали, вставали на так называемую Стахановскую вахту, потому что нужно было помогать Сталинграду, да. А сколько людей работало, помогая на уже военных частях, помогая механикам ремонтировать моторы, да, к этим знаменитым нашим самолетам Л-2. Вот. Вот эти все воспоминания, вы знаете, ну, вот по-хорошему, они очень за душу берут. А есть идея, может быть, как-то издать все эти воспоминания в единой книге, или, может быть, уже издана такая книга? Ну, мы собираем все это в единый, понимаете, в музее они все, так сказать, сшиты в тома, да, рукописные именно вот их, да. А что касается издать эти воспоминания в печати, у нас в заводской типографии достаточно давно издана книга, называемая, как касательно завода в год Великой Отечественной войны, как раз называется «Завод года Великой Отечественной войны». Она была написана, вернее, приказ был издан директором завода Жезловом в 1944 году, как раз по, так сказать, по живым рассказам, живым приказам написать как раз вот эту летопись периода Великой Отечественной войны работы завода, начиная с эвакуации в Москве и уже здесь, в городе Куйбышево. Наталья Николаевна, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, за то, что уделили нам время в этот праздничный день с праздником. У вас еще, вы, кстати, сегодня собираетесь в кругу семьи отмечать этот праздник. Желаем вам хорошо провести этот день. Спасибо еще раз, что к нам пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова